Начнём с подведения итогов очень бурной политической недели. За эти дни было уже всё. Политики успели обнадёжить и разочаровать активистов, а заодно Европу с Америкой. Успели выслушать и отчитать антикоррупционеров. И даже взялись за национальную безопасность. За деятельностью народных избранников наблюдала моя коллега Екатерина Лысенко. Они начали неделю с отмены её декларирования для общественных активистов. Тема громкая, а значит, благодатная для пиара. Скасование и декларование – это позиция президента Украины. Это и позиция и Народного фронта, и Батьковщины, и самопомощи. Нас суммарно 280 депутатов в этих фракциях. Давайте, коллеги, смобилизуемся и проголосуем. Но не удалось. Декларации для активистов не отменили. Всё потому, что депутаты не смогли решить, чей же законопроект лучше. Мы выступали за то, чтобы ликвидировать репрессии, которые создали этот закон против громадских активистов, которые борются с коррупцией. А это означает, что этот закон нужно было скасовать и скасовать криминальную ответственность громадских деятельств, которые борются с коррупцией. Позиция фракции была голосовать за зняття декларирования, электронного декларирования за активистов. Мы не поддержали законопроект Юлия Володимировича Тимошенко, оскільки в нас был свой запропонованный законопроект, и мы считали его эффективным законопроектом. Вси хотят отримать из этого политический риск. Каждый выступил с инициативой, сказать, а я той главный инициатор, кто поможет громадским организациям. Відсумок этого – это не голосование за ни один проект. В результате активисты до 10 апреля должны отчитаться, что у кого за душой и за ложь их ждет уголовная ответственность. А вот могут ли депутаты норму отменить и когда? Эти вопросы зависли, хотя и обсуждались очень активно. Европа говорила закрыто, сейчас говорят официально и открыто. Эта норма, она соперечит их европейским стандартам и должна быть скасована. И на сегодня, ну, те, кто не голосует, ставят под величезный риск, а без виз, и уже без риска, а просто закрывают европейскую интеграцию для нашей страны. И уже задекларировались громадские активисты, и уже на этих декларациях их дискредитуют. Причем, маніпулюючи цифрами в этих декларациях, выставляющие на показ помилки техничные, которые происходят в этих декларациях. Если мы уже начали этот процесс и начали показывать, что у кого есть по хатах, то не нужно этого соромиться. А нехай все показывают тогда, что у кого есть. Поэтому у нас так выходит, что одних нужно контролировать, а других не нужно. Ну, это подвийные стандарты. И я, ну, еще раз скажу, что я взагалу против того, чтобы декларировали представители недержавных установ в том виде своя майно и доходы, в котором, значит, это пропонуется. Но, с другой стороны, мы зайшли, как страна, в этот процесс. Это процесс болючий, и нужно всем его пройти. Звичайно, нужно скасовать криминальную ответственность за это. От антикоррупционных активистов депутаты перешли к антикоррупционным органам. Их руководителям пришлось продемонстрировать реальные взаимоотношения. А политики не упустили возможности поклевать главнобу и САП, когда те пришли на ковер в Верховную Раду. Холодницкий старался показать решительность. Многие кто хочет, чтобы кресла эти извольнились. Но процесс в Украине запущенный, борьба с коррупцией, он и где? Сытник старался всех успокоить. Никакого конфликта между антикоррупционным бюро и специализованной антикоррупционной прокуратурой нет. Но депутаты не поверили. Мы думали, что выйдет антикоррупционный прокурор и скажет, посадленный, этот министр, повернуты миллиарды гривен в государственный бюджет. Но не так стало, как говорилось. Специализованному антикоррупционному прокурору, кроме зарплаты, которую украинцы дали, 200 тысяч гривен на месяц. Не будильникам, не шахтарям, не вчителям, не лекарям. Как вы использовали с этой доверой украинцы? Вы их обманули. И это доказание того, что высокие зарплаты не панацея от коррупции. Это позорище. Потому что, во-первых, что ожидали люди от создания новых антикоррупционных органов? Люди ожидали, что эти органы будут новые, не имея за собой бэкграунда коррупционного, они будут бороться с коррупцией. Они будут защищать людей, створить эту умову, чтобы края была чистой от коррупции. Что осталось на деле? Эти органы начали воевать один из одного. Сначала был конфликт НАБУ-Генпрокуратура, потом конфликт НАЗК, потом сейчас конфликт САП-НАБУ. Но не антикоррупционерами едиными. Депутаты нашли время и для законопроектов. Причем для весьма важных упростили объединение для местных общин, поддержали новый закон о дипломатической службе, начали работу над законопроектом о нацбезопасности и даже дали старт реформе парламента. Появилась большая кисть дискуссий с приводом того, а какие самые комитеты должны быть в следующем скликании, чтобы было не больше 20. Нардепы хотят сократить количество комитетов и назначать их руководителей по новому принципу методу Донта. Когда четко, в зависимости от того, сколько голосов набрала та или другая фракция, мы получаем право сформировать полноценный парламент, в котором и большинство, и оппозиция будут выполнять свои функции. Вроде бы все хорошо, но это перспектива далекого будущего для следующего созыва. Этот, если верить нардепам, будет работать до конца своей каденции вместе с правительством. Те тезы, что до переобрання парламента, что парламент не работает, наступная теза, что Гройсман и уряд поганые, это те тезы, которые должны исчезнуть из этих кулуарных плиток тут, потому что считаю, что уряд работает. Мы видим, что сейчас у влады отбываются процессы противостояния. Это отбывается на уровне правоохранных органов, и это отбывается на политическом уровне. И отчувается сейчас, я думаю, что для вас это не секрет, что отбывается борьба между разными, скажем так, кулками влады. Мы в этом принимать участие не хотим и не будем. Мы требуем, чтобы принимались конкретные решения уряда по нормализации бюджета и по уменьшению цены тарифов. Я не верю в отставку уряда Гройсмана. Я считаю, что он будет работать до президентских выборов. Но к самому спорному закону о декларациях для активистов депутаты обещали вернуться на следующей пленарной неделе. Если, конечно, будет кому этим заняться в канун майских праздников. Екатерина Лысенко, Елена Зорина, Сергей Коваль. Подробности недели. Телеканал Интер.